В этом году была поздняя весна, и в Москве еще лежал снег. День 1 мая был отмечен демонстрацией трудящихся и парадом молодой Красной Армии. Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич Ленин, в сопровождении Надежды Константиновны Крупской и Марии Ильиничной Ульяновой, присутствовал на военном параде на Хадынском поле. Во время митинга на бывшем заводе Михельсона в августе 1918 года было совершено злодейское покушение на жизнь Владимира Ильича. Все трудящиеся нашей Родины с волнением и надеждой ожидали выздоровления любимого вождя. Могучий организм Ленина выстоял в поединке со смертью. Наступили минуты, когда Ильич мог выйти на первую прогулку в Кремле. На прогулке Владимира Ильича сопровождал управляющий делами Совнаркома Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. Враги молодой Советской Республики распространяли слухи, что жизнь Ленина находится в смертельной опасности. Миллионы советских людей не верили этому. Они хотели видеть Владимира Ильича. «Сначала Ленин не хотел сниматься. Но зачем вам эта съемка? Меня и так много раз снимали», — говорил Ленин. Но узнав, что его хотят видеть рабочие, он согласился. Ленин, Ленин. Ленин, Ленин. Ленин, Ленин. В первую годовщину октября в Москве был открыт памятник Марксу и Энгельсу. На митинге Ленин говорил, «Великая всемирно-историческая заслуга Маркса и Энгельса состоит в том, что они научным анализом доказали неизбежность краха капитализма и перехода его к коммунизму. Великая всемирно-историческая заслуга Маркса и Энгельса состоит в том, что они указали пролетариям всех стран их роль и задачу, их призвание — подняться первыми на революционную борьбу против капитала, объединить вокруг себя в этой борьбе всех трудящихся и эксплуатируемых». Субтитры создавал DimaTorzok